Hello, 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 it's you. Hello. Прежде чем начать наш вечер, да, и задать вопрос... Как слышно? Нормально? Спасибо. Прежде чем задать вопрос... Я хочу подарить вам подарок. От дамы, сидящей в этом зале. Обратите внимание, вот эта прекрасная дама, которая снимает, передает вам this beautiful lady, who is making videos from that camera. Вау, thank you. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. I need those. It sucks for you to not get cold. Yeah. Nice to sleep in them. Okay. Nice to work. Буду в них спать. Thank you. Спасибо. I would like to ask, who are entities? Entities? No entities. There is not even one entity here. Yes, yes, yes. There is not even one entity here. No, no. Nекоторые конвессии утверждают, что это демоны. Nекоторые говорят, что это карма. Как от этого избавиться? И что это такое? Что это что? Второе? Некоторые говорят, что это карма. Некоторые говорят, что это демоны. Демоны внедряются в человека. Карма. Да. Because some religion branches, they say, they are demons. And others say, they are karma. Yes. You go there and ask them, why do they say that? I have no idea. For me, that doesn't exist. It's your thoughts. Для меня сущности и существа вообще не существуют. Для меня это только мысли. Я понятия не имею, что это такое. И если тебе интересно, ты можешь пойти в эти конфессии, узнать о них. Узнала их. See, when people come to me and ask me about what other people say or do, I say, well, you are not supposed to ask me. You are supposed to ask them, why do they say or do that? Not me. I have nothing to do with that. I have no clue. У меня такое бывает. Люди ко мне приходят и спрашивают, а как ты думаешь, почему вот эти люди говорят так? Почему они говорят этак? Ну, а я им отвечаю. Ну, ты спроси у этих людей, откуда мне знать, почему они так говорят? Или почему они об этом говорят? Heaven, hell, демоны, angels, карма, all these are thoughts only. Рай, ад, ангелы, демоны, это все только мысли. I have no meaning whatsoever. И карма тоже. У этого на самом деле нет никакого значения. Whatever you think means nothing. Все, что ты думаешь, ничего не значит. Thought means nothing. Мысли, они ничего не значат. Words means nothing. Words means nothing. Mind is nothing. It's only thoughts. It's only thoughts. Meaningless sound. Бессмысленный звук. She's talking in Russian. Вот она, переводчик, говорит на русском. I have no clue what she's talking about. Я понятия не имею, о чем она говорит. Почему тогда считается, что... Для меня это просто звук. But this sound, you give a meaning to it. Но этому звуку можно придасть какое-то значение. И придавая значение, ты наделяешь это значение реальностью. И тогда из этого ничего, это ничто превращается в что-то. И ничто ему кажется, что оно — это нечто. И именно за это мы принимаем себя. The thought means nothing. I am devoid. That means nothing. That's not true. That's not real. За мысль. Потому что мы говорим, я — это тело. Но это неправда, потому что я — это тело, это только мысль. Почему тогда говорят, человек сглазили. То есть и с помощью молитвы каких-то, манипуляций людей вытаскивают с того света. Извините, пожалуйста, но мне кажется, вы немножко упускаете суть того, о чем здесь. Это все равно, что на уроке математики спрашивать вопросы по биологии. Может быть. Не может быть, так и есть. This is not the subject of conversation or the topic of conversation in this tonight. По крайней мере, сегодня на этой встрече вот все такие вопросы, они не являются предметом этой встречи. И вообще беседы здесь, разговоры здесь, они, по сути, это даже никакие не разговоры, то есть это никакие не дискуссии, никакие не интеллектуальные споры. В общем, все это сводится только к тому, чтобы посмотреть, может ли кто-то из вас увидеть, кем он является на самом деле, обнаружить свою истинную природу. Чтобы могло исчезнуть ваше эго, то есть чувство разъединения. Потому что именно это чувство разделения создает все конфликты. Потому что мы верим, что мы — это некое отдельное существо, вот там, в этом теле, или вот это тело, это что-то отдельное. И также есть убеждение, что есть еще другие какие-то существа, сущности, там, демоны, ангелы, другие разные. На самом деле все очень просто. Злые мысли, недобрые мысли — это те мысли, которые очень сильно что-то отрицали, наличие чего-то, и с большой интенсивностью просто повторялись какое-то время. Допустим, умри, 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 умри. И вот в этом так называемая черная магия, она сводится только к мыслям. А есть так называемая белая магия, которая тоже в конфликте с тем, что есть, потому что она говорит, воскресни, воскресни, воскресни. А здесь, чем мы занимаемся? Мы пытаемся осознать, увидеть мысли и того и другого качества. Потому что именно с этим ты себя и отождествляешь. И как раз вот это вот чувство «я», ощущение себя, оно обычно и основывается на отождествлении себя с мыслями. «Я хороший, я плохой, я святой, я грешный». Но все это только то, что ты думаешь. А то, что ты думаешь, получается, это то, что ты видишь. И ты являешься источником мысли, а мысль — это есть ум. То есть, ты источник мысли, ума. Ты наблюдатель ума. И ты — это пространство, где происходит ум. И ты — то же место, то же пространство, где этот ум растворяется. Если ты все это осознаешь, то отождествление себя с этим уходит. Оно просто исчезает. И тогда ты можешь осознать свою истинную природу как существование и как сознающее существование или присутствие без усилий. И ты понимаешь, что не может быть никакого отдельного существа, потому что даже ты — не существо. Ты вообще полностью теряешь это действление любого рода, совсем. И тогда ты понимаешь, что и осознаешь, что на самом деле ты никакого отношения не имеешь к тому, что происходит. Что ты абсолютно и совершенно независим от явлений любого рода. Что ты — это просто пространство, в котором все это только кажется, что происходит, потому что все эти явления — только кажемость. Если ты все свое внимание направишь на тело, ты поймешь, что это тело даже не тело, это только совокупность твоих ощущений. И если ты внимательно присмотришься, будешь осознавать тело, то ты заметишь там нечто, что как бы щекочет. Некое, то есть, ну, как некое дрожание, что ли. И, то есть, это не тело, это просто некое ощущение, некое переживание. Но отождествление себя с телом создаёт такое впечатление, что это не тело, а это переживающее всё. Но это не так. Тело — это переживание. Тело — это просто некое явление, которое возникает в твоём присутствии, в твоём существовании, в пространстве тебя. Называй, как хочешь. Это тело, оно даже не знает, что оно есть. Ухо, оно не знает, что оно слушает. Глаз не знает, что он смотрит. Тело не осознаёт своё собственное существование. Есть сознание тела. То есть, присутствует осознавание, наличие тела. Несомненно, что-то есть, что-то присутствует, что-то существует, что осознаёт тело, но это не тело, это не ум. И тема или предмет разговора сегодня является как раз перевод осознавания с того, что ты воспринимаешь на того, кто осознаёт. Чтобы ты мог постичь свою истинную природу, свою истинную реальность. А это совершенство. Это умиротворённость, покой, тишина, ничто, пустота. Ну, что бы я сейчас ни говорил, это, ну, оно неописуемо. То есть, мы здесь для того, чтобы посмотреть, может ли у нас произойти понимание, осознавание того, кем мы являемся на самом деле. Если ты поймёшь, что ты не существуешь как некто, как некое существо, тогда с исчезновением этого отождествления исчезнет всё остальное. Всё, что ты только можешь себе представить, что существует. Потому что всё это только несознательная проекция ума. which appears to be your reality because the body and the universe are basically thought forms. А тебе кажется, что это твоя реальность, потому что, в принципе, тело и ум, они являются некими мыслеформами. Поэтому твой мир является всего лишь отражением того, что ты думаешь. But I don't know if you want to do it. But I don't know if you want to do that. I'm not sure if you want to find out who you are today. I want, but I cannot. Why? I don't have enough of mind, of intelligence, and I don't have enough of awareness. Isn't it what you think? Wait, wait a second. You say, and what you say is an expression of your thought. You are speaking your thoughts. You are speaking your mind. To, что ты говоришь, это выражение твоих мыслей. То есть ты сейчас выражаешь свой ум, свои мысли. I don't have enough intelligence. У меня недостаточно ума или сообразительности. This is the idea that you have of yourself. I don't know if you can see that. И это, на самом деле, представление, которое у тебя сложилось о самой себе. Я вот не знаю, ты сама это видишь. That's what you think you are. То есть ты думаешь, что ты вот это. И ты в это веришь. Ты думаешь, что ты такая, а потом ты в это веришь, наделяешь это реальностью, отождествляешь себя с этим. And this is what you call me, myself, I. And you say, there is not enough awareness. Are you aware of what you think? Then there is enough awareness. There is plenty of awareness. It's up to you. It's up to you. I'm willing to carry on. I'm ready. I'm ready. I'm ready. The question is, will you jump in the motorcycle? I'm ready. Question. The question has jumped on. No, I'm ready. I'm here on the motorcycle, waiting. I'm here on the motorcycle, waiting. The question is, are you going to jump on the motorcycle, or are you going to stay standing there? I can invite you. I can even seduce you. Would you like to come? But I cannot force you, you know? Otherwise, I will be like a psychopath or something. Like who? Like a spiritual draper. Freeper. Rapist. Or whatever. I'm forcing you to get enlightened. Not forcing you to have sex, but forcing you to get enlightened. I'm forcing you to get enlightened. Many gurus are like that. They're very psychopaths. Please force me, I won't. No, I can't. I can't. I can't do that. But I cannot get to a level. What level? I am not in any level. There's no level. You see, all these are ideas of enlightenment. Это все идея о просветлении. And then Caesar is special. И одна из них идея, что Цезарь особенный. Not at all. Совсем нет. This is not even something special. То, о чем мы говорим, даже оно не особенное. It's a common factor. Это вообще, ну, здравый смысл. I am what you are. Общеизвестные факты. Я — это ты. То, что существует здесь, то же самое существует там. То, что осознает вот здесь, и осознает там. You and I are one and the same thing. I know that you don't. That's all. That's the only difference. Yeah. I know that I am not limited to body-mind. You think that you are completely and absolutely a separate, limited individual form. And the way you speak and your body language expresses that limitation. If I wouldn't be talking to you, you will run away from here. You will fly away from here. Something is there that says, Oh my God, Cesar, stop talking. I want to get out of here. Что-то там сидит внутри, говорит Цезарь, но перестань уже, прекрати говорить. Хочу убежать отсюда. Наоборот, нет. I am not thinking like that. You can say anything you want. You can say anything you want. It's like the child in the school. When the teachers sit the child in the school, the child is... It's not paying attention to the teacher. It's waiting for the teacher to keep quiet, for the ring to bell to go home. To get out of there. I am so much you, that I can feel what you feel now. Maybe. No, I'm telling you. I don't have a desire to run away. It is your thought. Okay. That's called reverse psychology. It's called that. When you take the teacher and shift positions. But you're going to be caught like this. Whatever you say, 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 contradict what you really feel and think. One more time. Would you like to know who you are? You are conscious of this body. No, you feel the body. You call this my body. You call this my body. My body, my body. My body, my body. And what you call your mind, my mind, my thoughts. It's my feelings, my emotions. It's my life, my... It's my life, my... My energy is high, my energy is low. It's my energy is low. It's my energy is low. So all that is yours. It's your life. See, this is my sweater. And this is my pants. And this is my phone. It's mine. I am conscious of it. See, I know it. I know it. The question is, am I the phone? No. Am I the pants? Am I the sweater? No. So, I am not what I know. The fact that I know it says I am not what I know. I know it. I know it means I am aware of it. There is enough awareness because you speak about it it's because you are aware of it. I am aware of it. I am aware of the feelings, emotions, emotions, images, 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 because thoughts sometimes are not words, but images. Because sometimes thoughts sometimes are not words, but images. That's another form of the mind, images. It's just a form of the mind. It's just a form of the mind. It's just a form of the mind. Memories. Cartinies, воспоминания. Then you are aware of the body, the body. And you are aware of the body. You are aware of the body. See, I am aware of this. I am aware of this. I am aware of this. See, my suggestion is simply do that. My suggestion is simply do that. Who is aware? Who is aware? Nobody. Then who are you? Nobody. Go on looking at this nobody and see what is the nature, what is the reality, what is the essence of its existence. Silence. You are dead. You are dead. Peace. Silence. It's a quiet, it's a quiet, it's a quiet, it's a quiet. What does it need? Have a look and see if it needs something. Посмотри, этой тишине нужно что-то, необходимо что-то. Nothing. Does it want anything? Да, она ничего не желает. Does it depend upon something? и она ни от чего не зависит. Does it need money, food, sex? Это тишине. Ей необходимы деньги, еда, секс. Does it need a job? Работа? Positioning society? Какое-то положение в обществе? Ничего. Nothing. Exactly. Nothing needs nothing. Именно. Этому ничто ничего не нужно. And even though he's experiencing all. And even though he's the source of whatever happens. So you become, you now realize what I call the other side of the moon. Now you have the whole picture. So all what you are looking for, whether you accept it, believe it, understand it or not, you have to experience this silence, this peace. На самом деле все, к чему ты стремишься, ты стремишься к этой тишине, к этому покою. All what you want is peace. All what you want and all what you want is to know who you are. Все, что ты и вы хотите, это знать себя. то, что мы ищем в объектах или в каком-то человеке, или в каких-то опытах, переживаниях, на самом деле это покой. и мы действительно переживаем этот покой, когда мы получаем какой-то объект. Но этот покой он испытывается не из-за объекта, потому что твой ум замолчал. Ум успокаивается, и ты перестаешь искать, стремиться, искать ответов, искать что-то. Стремление прекращается, и ты только осознаешь. Но в такой момент ты даже не знаешь, что вот это и есть ты сам. И вот такой ты всегда присутствуешь. Такой ты никогда не появляется, не уходит, не приходит, не уходит, не появляется, не исчезает. Он всегда есть. Have a look at it and see if it is even making an effort to exist, or is it even an effort to know, to cognize, to be conscious, to be aware. И посмотри на вот эту себя. Совершает ли она усилия, чтобы существовать, чтобы быть? Совершает ли это усилия, чтобы осознавать, чтобы познавать, чтобы воспринимать, чтобы ощущать? Нет. Нет. No. What you are is effortless existence. Even this movement is spontaneous, it's effortless. That smile is effortless. See? These movements are effortless. вот эти вот движения, они тоже происходят без напряжения. You need knowledge to see, oh, how, what is the knowledge, the technique to move this food from here to here? You don't need knowledge to know how to beat the heart. You don't need knowledge to know how to beat the heart. You don't need knowledge at all. You don't need knowledge at all. And even though knowledge comes from you, to see, you are the very source of whatever is, then what is there to think about, to be worried about, to decide, to you. Когда ты осознаешь, когда ты понимаешь, что ты и есть тот самый источник всего, всего, что существует, ты понимаешь, что не о чем думать, не о чем желать. Когда ты знаешь, что этот мир, он твой, тогда он работает на тебя. Ты перестаешь за ним гоняться. Это мир за тобой гоняется, он к тебе бежит. See? Каким-то образом. Так или иначе. Это единственное, что стоит знать. Все остальное, все остальное comes out as a byproduct of this recognition. It's a word like молодец. Like молодец. Yeah. Next step. Следующий шаг. Mind is not dead. Mind. Ум не умер. Он просто замолчал. Ум не убит. Он просто замолчал. Он просто успокоился. Он неподвижен. Он замерз. Он застыл. Ну, как кусок льда. Но он не растворился еще полностью. See? So, this piece of eye contains a tremendous amount of ideas and concepts and beliefs and images and melting projections and desires and memory. and it will keep on showing up. And it will keep on showing up. And this will be this pulse to remove your attention from yourself, put fully your attention back on it, to believe it is real, to believe it is true and then you will start behaving again conditioned by this amount of memory. and the tendencies to run after an experience, to experience what you are will arise again. To experience what you are. Yeah, peace. Также будет возникать опять эта склонность испытывать снова и снова самого себя, то, кем ты являешься, покоем. Because you are here in peace. Потому что вот ты в покое. And then, for example, my girlfriend is not here and then, oh my God, what is she? I have to be with her. If I am not with her, I am not in peace. And then, I can think about her and say, oh my God, I miss her so much, she's so beautiful, so nice, I would love to be with her, it will be wonderful and she will be with me now. But I know that my peace, my self, does not depend upon that. And yet there is love and there is attraction and the game of humanness is still happening. That's the beauty of this. But you don't lose track of the observing peace that is experiencing all that. you know that your peace and your happiness and love and contentment and completeness doesn't depend upon what happens. You don't become superman. You don't become so detached. Because this is attached to you. Because this is very attached to you. The world is attached to you. It is attached to you. But you perceive it is not separate from you. But you perceive it is not separate from you. 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 If I am watching a soccer game and Brazil is playing, oh my God, I will be full on on the game. And if somebody misses a goal, oh my God, he missed that goal, damn it. If somebody misses a ball in the gate, I will say, oh my God, I will miss a ball in the gate. But still, this is expressed and you feel that it is expressed with a sense of peace. But I know that my peace doesn't depend upon Brazil winning or losing. I am just enjoying the game. With all what brings to enjoy the game, which is sometimes the tensions and sometimes all the releases. And the cheers and stuff. So your humanness, your human expression, your human way of being, remains. То есть человечность, она остается с тобой. Все эти человеческие выражения, себя, они продолжаются. Но при этом они пронизаны огромным чувством покоя. It doesn't really matter what happens. И уже не важно, что происходит. Because it's not about how it's going to end, but it's just how it is. Потому что уже не будет, это не будет о том, а какой же будет результат, что из этого выйдет. это будет, а какое оно сейчас. И приходит конец любому поиску и стремлению. Все, что есть, это только проживание или переживание. И тогда любое переживание, любой опыт будет прекрасным, совершенным, удивительным, замечательным. Любой опыт будет нормальным. И у тебя могут появляться желания, допустим, мне хотелось бы жить в России, я хотел бы получить возможность здесь находиться долго. Я могу для этого начинать готовить какие-то документы. Может быть, у меня получится, может быть, нет. Но ты уже четко знаешь что твой покой не зависит от того, ты получишь или нет, ты достигнешь или нет, ты приобретешь или нет. И я так говорю, потому что я знаю очень многих людей, которые очнулись, которые пробудились, у которых происходили настоящие истинные моменты пробуждения. Но также многие из них потерялись опять в каких-то очень тонких, незаметных отождествлениях. Я сам был из числа этих людей. Потому что очень-очень легко обратно соскользнуть в это неведение. Потому что просветление происходит вот так вот, а еще быстрее ты можешь соскользнуть обратно. потому что ты свободен, и ты не не затронут, и ты не не понимаешь, что твоя жизнь снова выстрелена тогда, как вы почувствовали просветление и что при этом чувствуется. Вот, я бы хотела узнать. что-то что-то в таком духе. может, я еще не просветлела. это означает, это означает, что я не не получил enlightenment yet. У вас с вами это было. И there was a sense of peace and joy. See, don't compare, this is why I don't speak about how did I feel. because experience can be more intense or less intense. See, it's just it's to be conscious without thinking. In my case, I couldn't feel the body. It was a very powerful experience. I was standing in a hall of an ashram in India and I couldn't feel this thing. I couldn't move the body, I couldn't feel the body and I was conscious. But myself, I couldn't see such thing as myself. What I call myself myself, there was not myself. I was in a mind, but I didn't see myself, there was no myself. There was no myself. I mean, I couldn't know myself objectively. I couldn't know myself, I couldn't know subjectively. but I know that I am. I knew that I was present. I knew that I was present. I knew that I existed. But as what? As how? I can't say until now I can't say. It's a mystery. It's a mystery. You will never know who you are. It's a mystery. It's a mystery. At the beginning you are kind of intuitive. The recognition is intuitive. It's intuitive. Поначалу вот это осознание, это понимание, оно такое более интуитивно. А затем оно превращается в полную убежденность. Я есть это. У меня нет имени, у меня нет формы, у меня нет начала, у меня нет конца, у меня нет качеств. это бесконечное существование, безграничное. И вот этот маленький момент, который у вас сейчас, вот эта радость, которую вы чувствуете, она произошла сама по себе, независимо ни от какого опыта. Замечаете? Вы сейчас счастливы просто потому, что вы счастливы. Не потому, что вы получили новую работу или новую зарплату, или вы вышли замуж. Такая независимость от любого объекта, от любого объекта восприятия. И вот я вот так же находился где-то дней десять. Я практически ничему не ел, я практически не спал, вот так. я был full of... Whatever I did was the same. Whatever I did was experience as the same. There was no sense of differentiation between one experience and the other, between eating, walking, having a shower, singing balance, or not doing nothing. It was exactly the same. И все, что бы я ни делал тогда, оно переживалось как то же самое. То есть, для меня не было никакой разницы спать, есть, гулять, петь баджаны, что-то делать, чего-то не делать. Все переживалось как одно и то же. Потому что ты знаешь, что покой не в том, что ты делаешь. Или не там, где ты находишься. Или не в том, что ты переживаешь. Ты знаешь, что покой это ты. И вот зная это, ты привносишь его во все, что ты делаешь. И туда, где ты находишься. Ты несешь это с собой, ты это привносишь, потому что это ты сам. Настанет такой момент, когда ты вообще не сможешь избавиться от покоя. Люди пытаются, конечно, иногда, но у них не получается. почему ты такой спокойный? Ты так грустно выглядишь. Так говорят, только потому, что нет выражения никакого. С тобой все в порядке, да, да. Ну, все в порядке. Вот это умиротворенность, это спокойствие, это оно и есть. Это момент, когда ты осознаешь сам себя, свою истинную природу. quietness, nothingness, emptiness. Call it whatever you like, it doesn't make sense whatever you say anyway. Тишина, спокойствие, покой, ничего, пустота, вакуум. Называйте, как вам нравится, все равно не имеет значения, как это называть. The way you call it doesn't really matter. Вообще не важно, как каждый из вас это называет. What is important is the recognition of what you may like to call like this or like that. Важно, чтобы имело место быть это понимание или осознание себя, как этого. Все, каждый может это сделать. Потому что каждый является этим. для этого не нужно быть сверхумным или сверхсвобразительным. Или очень таким супердуховным и очень уже утонченным и очищенным в духовном смысле. You have to be a mahajogi or you are that. What do you need to do to be what you are? What do you need to do to know that you exist, that you are present, that you are conscious? And this takes no time. The realization of the truth takes no time. What takes time which is time is to get rid of all your beliefs and desires and tendencies and all that stuff. Уничтожить все свои желания, склонности, привычки, тенденции и так далее, и так далее. By becoming conscious of them. By recognizing them то есть признаваясь себе, что они есть, распознавая их, something intelligent, here I am, trying to repeat the same story, reacting in the same way, running after the same thing, running away from the same thing. Нечто разумное говорит, вот он, я опять пытаюсь повторить что-то то же самое, пытаюсь опять убежать, пытаюсь опять избежать или пытаюсь опять достигнуть одного и того же. An image. Wow. The temptation is there. To follow that. To run after that. See, the mind says, come, let's do this again. This is cool, this is what you need. More money, a new job, a new girlfriend. more enlightenment, more enlightenment, more mental powers. That's what you need. And it only can happen, if you believe in that, it will take you there. You touch that. If you touch that, it will take you there. It will take you there. It will take you there. To nowhere. To nowhere. I mean, you can experience it. You can, you can, you want to be more rich. That's not a problem. I mean, if you want to do that, by all means, do it. I mean, I mean, you need to be a problem in feelings. If you want to be a big one, please, go ahead. As long as you know, that peace is not there, happiness is not there, love is not there, then... Пока ты помнишь, что покой не зависит от денег, что счастье не зависит от денег, что любовь не зависит от денег, иди к деньгам или к чему угодно. Ты вообще свободен делать то, что тебе нравится. То есть, свобода делать то, что тебе нравится, это часть свободы. Делай то, что тебе угодно. Вопросы, зачем? Зачем я это делаю? Чего я от этого жду? Ну, допустим, я имею в виду, естественно, если у меня будет больше денег, у меня будет больше комфорта, больше удобства. Все это очевидно, если у меня будет больше денег, я поставлю новые окна, поставлю новые батареи, чтобы не было так холодно, куплю хорошую качественную одежду, куплю автомобиль, чтобы не замерзать по дороге на работу. Мне будет более удобно, и это нормально. Очевидно, что будет больше денег, я все это сделаю для своего удобства. Если я ем меньше, то я буду меньше есть, потому что тогда у меня будет больше энергии. Поверьте, это взаимосвязано. То есть мне будет удобней. И если я делаю йога и что-то, то жизнь я живу, я сидя на моем бомбе, 10 часов или больше, и я будет более комфорта. И, допустим, я хочу заниматься йогой, потому что я очень много сижу, почти целый день я провожу, сидя на своей пятой точке. Естественно, если я буду заниматься йогой, мне будет более комфортно, более удобно. То есть я хочу этого, чтобы мне было удобнее, чтобы мне было более приятно жить. Но все это не сделает меня более счастливым. Это не принесет мне ни больше покоя, ни больше любви, ни больше существования. Я не стану больше от того, что у меня есть больше. Потому что я есть. Независимо от того, у меня есть тело или нет, все равно я есть, все равно я существую. Именно в этом интерес вот этого осознания. Потому что есть тоже такая глупая идея, связанная с духовной жизнью и с просветленностью, с пробуждением, что это все о том, когда тебе ничего не нужно, и ты весь такой бедный, и тебе всего не хватает, ты сидишь с протянутой рукой. Это не так. Нет ничего неправильного в знаниях, в технике, в технологиях. Вообще ни в чем нет ничего неправильного. Проблема только в том, проблема появляется тогда, когда приходит это эго, чувство разделения из-за отождествления себя с тем, что у тебя есть. И тогда получается, если у меня больше чего-то, больше меня. I have less, I am less. I know more, I am more. I know less, I am less. Like when you were speaking to yourself at the beginning, oh, I don't have enough intelligence, I don't have enough awareness, I am not so... You are basically saying, oh my God, how stupid I am. In principle, вы как будто бы сказали, какая же я глупая. So this is the image of yourself, this is what you are thinking yourself in such a way. То есть это ваш образ о самой себе. Вы думаете так. And in a moment, you shift that image for another and say, no, Cesar, I am not saying that, you are saying that, and then you go higher, you see. А затем моментально вы вот такие мысли, вот такой образ себя заменили на какой-то другой, повыше. Цезарь, я так не думаю, это не так. And when you learn how to see your mind, you can read any mind because it's the mind, it's not your mind or my mind, it's a collective thing, it's not yours or mine, it's just the mind. И когда ты начинаешь, научился замечать свой ум, видеть свой ум, то ты можешь замечать и видеть чужой ум, потому что на самом деле нет никого чужого. Это не так, что это мой ум, а это твой ум. Просто ум есть, он возникает. То есть ум на самом деле это такое коллективное, бессознательное, оно общее. Ум, он общий. Этот ум, он один и тот же, он возникает во всех. Поэтому если ты замечаешь то, что мы называем свой, ты будешь замечать ум остальных. Ты превратишься в что-то наподобие рентгеновской машины. Люди будут с тобой разговаривать, а ты так, ну да, да, конечно. Только истории. Истории, 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 истории. Только мысли. Ничего больше. Ничего больше. Несмотря на это, все равно идет дождь. И все такое, какое оно есть. Все, что ты думаешь, об этом не меняет это. Спасибо. 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 Все равно это такая привычка и склонность, ну хорошо, ладно, все хорошо, но как только давай уйдем отсюда, а потом я продолжу по-старому. Я надеюсь, что у вас получится все-таки, вы начнете это замечать, чтобы оно перестало воплощаться. Мы переполнены идеями, лучше, когда идей нет совсем. Оно ушло, оставь его, не тяни назад. Нет вопросов, нет сомнений, нет сомнений, нет проблем. Потому что иначе ты начинаешь все-таки искать ответ, вопрос, находясь в поиске ответа, в поисках чего-то, ты находишь проблему. Я не говорю, что у меня есть вопрос. I'm not saying that I have a question. У меня есть, наверное, какое-то несопоставление, что ли, вот того, о чем мы говорили. Я, в принципе, была вот полгода назад. Было очень все хорошо, и я когда с Цезарем сидела, меня вообще тут не было. Вообще ничего не было? Ну, не было меня тут. А можно чуть поближе к микрофону? Спасибо. А кто присутствовал? Кто тот, кто присутствовал, и кто знал, что тебя не было? Это я... И сколько там тебя, которая одна, одна я замечала, какая я заметила, что меня не было? Ну, потому что та ты, та я, которая у меня не была, значит, это не я, потому что ее не было. Настоящая ты, это та, которая увидела, что тебя не было. Потому что именно она, именно вот то, и замечала, что меня нет. Вот то, что заметила, то, что осознала, что меня нет, это есть ты. И как бы, ну, я вот эту несостыковку перевела, как чего-то не хватает, как бы картинка не складывается. Я перевела это как пазл. И он говорит, это твоя, вот эта вот несостыковка, это не так, что чего-то не хватает в картинке. Это на самом деле есть что-то лишнее. Вот это лишнее выбрось. Я вот с этим лишним сюда и пришла. So, this extra puzzle, this is exactly what, with what I am coming here. Get rid of it. Выбрось его. Можно я попробую передать, потому что я не могу это выбросить. Первое, это мое тело, которое я все-таки, вот, ну... It's an idea, this puzzle, this piece is an idea. Это вот пазл, это кусочек, это идея, это представление. Все-таки, вот, все-таки я не могу от него отказаться, вот оно есть. Тело, да? Меня как бы нет, да, а тело есть, да. То есть я его, как-то, все равно считаю, я просыпаюсь утром, и вот оно, мое тело. This puzzle, for the first hand, it is my body, it is still there. I know that there is no being, but body is there. When I wake up in the morning, there is body, I can not get rid of it. And when I look through the window in the morning, I can see the trees, and I know there is somebody who sees the trees. Потом я думаю, ой, нет, 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 это вот все-таки мой глаз видит это дерево. То есть, значит, как бы я сопоставляю, что я живу, значит, есть. То есть, не кто-то там откуда-то его видит, а вот я отсюда вижу. Then I'm saying, it's not somebody from somewhere, it is like my eyes is looking at the tree. Your eyes are looking at the tree? Глаз видит дерево. See, your eyes are a window through, 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 it's like you have a window here, and another window here. See, you have two windows there, see? Твой глаз, твой глаз – это окно. Вот смотри, это как два стекла, как вот в том окне, посмотри. Two windows, no? Два стекла. See? You see that one window can see another window? А что, одно стекло может видеть другое стекло? So your body is a window, your eyes is a, your senses are windows. То есть, это все, ну, как несколько окон. Твои глаза – это окно, твои чувства – это окно, твое тело – это окно. Просто несколько окон, через которые ты смотришь. Through which you perceive the world, and the body is the world. Это окна, через которые ты воспринимаешь мир. А мир – это тело. The eyes cannot see. The eyes are not capable to see. Почему же я вижу тогда вот такой вот кусок? But then, when my perception is… If I remove you, if somebody, if you become blind, I wish that doesn't happen, if you become blind, still you are. You still you are, yeah? Still you are. Допустим, если ты ослепнешь, конечно, я тебе этого, и тебе никому не пожелаю. Но не будет зрения, но ты все равно будешь. You are not less because you cannot see. Тебя не станет меньше из-за того, что нет зрения, ты не можешь видеть. Если ты отрубишь эту руку, это не значит, что у меня стало меньше. Still the sense of I am is complete. Это ощущение «я есть», оно будет все таким же полным. Если ты еще отрубишь, еще, еще, еще. И я все равно есть. То, кем я являюсь, оно не становится меньше от того, что у меня меньше тела, меньше плоти. Тело не может воспринимать. Тело воспринимается. Тело — это не субъект. Это объект. И the mind is the subject. See, I see. Yes. I am seeing that, I am seeing you. Вот когда ты говоришь, я это вижу, я вижу тебя, я вижу то. Получается, ты осознаешь и субъект. Получается, то, кем ты являешься, это не объект, не субъект. Но опять, здесь кто-то третий. Понятно. Но это значит, что там кто-то третий. Кто-то третий. Первый — это что я вижу, второй — это мое, и третий — это тот, кто видит. Эй, это тот, кто видит. Он не третий, он единственный. Там только один здесь, это просто один. Это zero. даже не один, а ноль. Это вот как раз ноль перед тем, как стать кем-то. Это не кто перед тем, как превратиться в некто. Это ничто перед тем, как превратиться в нечто. Даже оно не превращается в нечто, оно начинает думать, что оно это нечто. То есть ты хочешь разгадать эту загадку. Ну а кто этот третий? Кто я? У меня в голове вертится вот мой, так сказать, второй вопрос, который вот несостыковка у меня происходит. The second question is spinning in my head. And it's also about that something is not connected. That's also a thought. Forget that thought. Forget the questions. Вопрос — это мысль. See who is the questioner. See from where the question is coming from. The question comes from me. Кто спрашивает? Откуда появляются вопросы? Из меня, да? This is important to understand. Вот это очень важно понять. Okay. If I ask who are you, когда я спрашиваю, кто ты? The question is in an object. Вопрос об объекте. The mind is also an object. Ум — это тоже объект. Я вообще не понимаю, что такое ум. I don't understand what mind is. Mind. Thoughts. That's all. Nothing wrong with it. They're just thoughts. You don't even have to get rid of your thoughts to know who you are. Чтобы узнать себя, познать себя, даже не нужно избавляться от мыслей. Thoughts can tell you who you are. Thoughts can what? Anything can tell you who you are. Мысли могут тебе рассказать, кто ты такая, все что угодно может тебе рассказать, Everything tells you that you are the one that is conscious of what happens. Any phenomenon points to you, the one that is conscious of phenomenon. Любое явление, оно указывает на тебя, на тебя того, кто осознает все явления. But you want to have a mental answer. А тебе просто хочется такой ответ для ума получить. You're looking for a statement. Ты ищешь какого-то утверждения. You're looking for an answer. Which is a thought. Which is a thought. That would not satisfy you. Мне кажется, я уже не ищу никакого ответа, и я вообще, я готов туда куда-то провалиться, да, вот как это было. I think that I'm not looking for any answer. I know that I'm totally ready just to fell inside deep something as it happened before. моя, наверное, какая-то основная проблема, что я не понимаю, как жизнь. Then why do you go on asking questions? А почему ты тогда продолжаешь спрашивать вопросы? Я спрашиваю этот вопрос, который у меня был до этого. I must ask the question, which I had before. а я тебе пытаюсь сказать, что тебе не поможет, не помогут твои вопросы. If there is only one question can help you, Единственный вопрос, который тебе поможет, Who is the questioner? Кто спрашивает? Question the questioner. Спроси, усомнись в этом спрашивающем. Only one doubt. Doubt the doubter. Единственное сомнение имеет право на жизнь. Усомнись в том, кто сомневается. Никто не сомневается. Nobody doubts. Нет, только есть. No, still somebody is here. Yeah, exactly. Can we fix that? Can you hear that sound? Oh, mostly it's a message coming through. Are you following? Who is the questioner? Somebody is still there. You say somebody is still there. Who says somebody is still there? А кто это сказал, что там кто-то есть? Посмотри на этого. You see there's somebody. Ты увидишь. You will see somebody. You see there's somebody. You say, somebody is there. Ты же заметила вот это. Да? Ты же заметила кого-то. Посмотри, кто заметил. But there is still an identity with there's somebody. Дело в том, что все еще есть отождествление, соединение себя с этим кого-то. Сейчас никого нет. Now there is nobody. Then leave it, for top it. That's it. Don't spoil the whole thing. Now stay as this nobody. That's it. That's it. That's it. You are that. Now remain as that. Nothing to be done anymore. И больше ничего не нужно делать. Still there is somebody who is like trying to break the wall. Exactly. That's exactly what I was trying to say. The temptation comes back. что искушение возвращается. I'm not satisfied. There must be something. The mind says. See? And the mind tells you no, you have to go deeper. That's not enough. It cannot be that easy. Because enlightenment is supposed to be something very heavy and complicated and difficult. Let's go to another guru. Next year let's book a ticket to India, Himalayas. You can go to a guru that is very famous in Russia now that you can go and give all your money to this guru that will teach you to get enlightened after performing thousands of practices. And they tell you, no, it's not that easy. This is not for not everybody can do self-inquiry. This is for those who are the chosen one, those who are ready. This guru. And this guru, he says, it's not so easy. It's not for everyone. It's for the chosen one. It's for the chosen one. It's for the chosen one. It's for the chosen one, Because they are doing business. Sorry? Because they are doing business. Because they are doing business. No, you are not ready to buy a Macintosh. You still have to use a... Which is the other one there. You have to still use a PC, because you are not ready for Macintosh. You still have to keep you Microsoft. You still have to keep you there. And getting your money with initiations and mantras and all that stuff. And all that stuff. And dictionaries and all that. And level number one, you do parnayama. Number two, you open your chakras. Number three, you do this. But each course costs a fortune. И номером первым в практике будет пранayama. Номером вторым какие-то там другие практики. Это шаг номер один, шаг номер два, шаг номер три, уровень пятый и так далее. И каждый будет тебе стоить каких-то денег. How can you be ready to know that you exist? как можно стать готовым, чтобы узнать, что я есть? Ты же уже есть. Я и так есть. Как я могу быть готовым, чтобы узнать, что я есть? И искушение как раз в этом будет. Заново поверить в свои старые идеи. that you need to know something apart from yourself. А идея, одна из самых таких соблазнительных идей, что тебе нужно что-то еще узнать, что тебе нужно знать еще что-то, кроме самого себя. You need to know that you are. Everything else will come to you all by itself. Тебе ничего не нужно, только знать, кто ты такая. Все остальное будет приходить и уходить само по себе. But there is like, there is a doubt, you see, there is a thought. Сомнения, да, какие-то. Это мысль такая. So the mind possesses the body, and expresses, an image expresses itself in the body. The mind takes the body and expresses itself in it, and plays with it. No, it cannot be. It's not too easy. I have to go to the Himalayas, to spend with whoever, Baba is there, and you have to spend seven days without eating and sleeping, so you can get enlightened. To the hell is there. И семь дней поголодать обязательно надо. И еще что-то. И все ради просветления. Да к черту такое просветление. I was in a big, big event with all these gurus. These gurus were so interested, so interested in helping you, that they were sitting there like this. I was in a big event. 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 There were more than a thousand people. Really, really, my God, And, поверьте, там в это время в зале они сидели все на сцене, а в зале было тысячи людей. Помогите. И всем нужно было помочь. Все такие сплошные помогите, я страдаю. У меня страдание. And you're suffering from seeking. Ты страдаешь от поиска. And whatever you are seeking, it's making you suffer. Even seeking to know who you are. And there is a guy sitting in a stupid golden chair like this. You see how much they care about you. But you're happy to pay. One thousand euros for a mantra that will give you absolutely nothing. А люди все равно готовы платить тысячу евро за мандру, которая ничего не даст. Только поможет тебе заснуть. Ты так себя гипнотизируешь, гипнотизируешь потом. Если честно, ничего тебе не нужно. Ну, может быть, тебе нужен кто-то, кто тебе скажет, ничего тебе не нужно. Ничего, ничего тебе не нужно. You have to be still. Все, что нужно, это быть спокойным. Перестать искать. И если ты не можешь перестать искать, просто осознавай эти стремления, этот поиск, смотри на них. Просто осознавай of what happens. It doesn't really matter. Sit down and let the body behave as it pleases. Let the mind behave as it pleases. То есть успокойся. Ты можешь просто успокоиться, спокойно посидеть и осознавать. Осознавать все происходящее. Тело, ум, ощущения, чувства, которые будут происходить как угодно. You don't even have to be free from thoughts. То есть даже не нужно избавляться от мыслей, становиться свободным от мыслей. You have to be free from identity with them. It's not mine. It's not me. It's not me. It's not me. It's not me. You just sit down and eyes open or close. And just be conscious of what happens. и осознавать происходящее. Снаружи. In the body. In the mind. В теле, в уме. Which is to be conscious of what you call yourself. А здесь это сводится к тому, чтобы осознавать, замечать то, что ты называешь собою. And you realize it is not yourself. Для того, чтобы ты мог понять, что это не ты. Be conscious of what you call yourself and your identity with it disappears. Осознай то, что ты называешь собою, и твое отождествление у себя с этим исчезнет. And this is not a practice. Because this is not a doing. Because this is not a doing. And the mind is not involved here. And the mind is not involved here. It is just to be the conscious existence that you always are. Быть, просто быть осознающим существованием, которым ты и так являешься. And this will help you to recognize all these patterns of behavior and tendencies and ideas and all these that you believe in and run after or away from. And there is no effort in this recognition. You will just recognize that recognition will happen. It's, oh my God, look at that. I'm running after this. I'm believing that I need that. I'm crying because I believe that. Because of this I am suffering. Then you believe. You start seeing all your unconscious thinking. And consciousness of your unconscious thinking dissolves your unconscious thinking and dissolves also, stops your unconscious behavior. и осознавание твоего твоих неосознанных размышлений и прекращает их. Осознавание твоего несознательного поведения и сводит это поведение на нет. This is not a doing. 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 It is to be what you are. It is to be what you are. You don't need anything. Don't believe your thoughts. They can never tell you the truth. Because a thought cannot be the truth. I have been sitting like that for three months and my child is coming to me and, mom, I want to eat. I cannot just just sit like that. I cannot No, because then your mind is playing spiritual games. На самом деле это твой ум играется в такую духовную игру. And ideas of detachment он играется с этой идеей непривязанности. Что мир это иллюзия. The world doesn't say I'm an illusion. The world doesn't say I'm real. The world doesn't say anything. It's an idea that we have of the world whether it is it is real or it is unreal. Это наша идея которая у нас появляется о мире. Мир иллюзорный или мир реальный. And then your mind tries to meditate. И это твой ум пытается медитировать. Because the mind wants to attain something. Потому что ум хочет чего-то достичь, куда-то попасть. То есть в такой медитации есть какое-то стремление. И тогда ум создает это состояние вялости, состояние пассивности. Апатия. You don't want to be in the world. You don't want to work. You don't want to cook. You don't want to clean. You don't want to take responsibility for anything. It's spiritual runaway. Такое состояние, когда не хочется жить в мире, не хочется готовить, не хочется убирать, не хочется работать. Это такой духовный побег. It's spiritual parasitism. I know many people in India youngsters or people who have been 30 years in India in an idea of detachment. Я знаю очень многих людей, которые проводят многие годы в Индии, молодых людей с этими идеями непривязанности, что не стоит жить в миру. То есть, вот эта такая ленивость, ленность, вялость и нежелание что-то делать не может быть результатом просветления. В таком просветлении нет смысла. Наоборот, после просветления ум становится очень острым, очень сообразительным. Он становится как инструмент. Ты даже не думаешь, ты просто раз и делаешь. Осознаешь что-то. Зал сделал. Осознаешь что-то. Ты позвонила юристу. Нет, почему? Потому что я подумала, что не надо. Не думай, возьми и позвони. Ты посмотри. И убедись, что он тебе ответит на вопросы. Чтобы мы знали, где мы сейчас находимся. Что мы будем кушать? Уже почти время обеда. То есть, ум превращается в твой прекрасный инструмент. Ум — это не ты. Ум — это твой инструмент. Практический ум становится очень острым. А у нас практический ум как бы испорчен идейным умом. идейным умом. Идеями. Идеями. Духовные идеи. О, мой Бог, большие моменты. Ребенок плачет, дома бардак. А ты пытаешься что-то найти. Само себя. Ну, я думаю, значит, оно так и есть. Когда вы говорите, что все иллюзия. Ну, вот вы говорите или вообще говорят, что вот, ребенок мой иллюзия, я иллюзия. Как жить? Это тоже какая-то иллюзия. Да? Ну, это все требует жизни. You are saying that everything is an illusion. My child is an illusion. I am an illusion. No, what you think is an illusion. Иллюзия не все это. Иллюзия то, что ты думаешь. This is a fact. That's a fact. What you think about this is an illusion. The word illusion in spirituality stands for the for ideas. See? Concepts. When they say the word is an illusion is the concept the thought world. Sorry? The word is an illusion means the thought world is an illusion. Когда говорится, что мир — это иллюзия, имеется в виду мысль, мир — это иллюзия. Мысли о мире — это иллюзия. The thought I is an illusion. I means I am the body. Мысль — я — это иллюзия, а я обычно это я — это тело. whatever you think is an illusion. Все, что ты думаешь, это иллюзия. I am the body. That's not true. That's an illusion. Я — это тело. Это неправда. Это иллюзия. I am Caesar. That's an illusion. That's a thought. Я — Цезарь. Это иллюзия. Это мысль. There is a world. There is an illusion because there is duality. I am the world. И есть мир. Это тоже иллюзия, потому что появляется двойственность — я и мир. А что это значит управлять своим умом? Что это? Управлять своим умом. Что это тогда значит? Then what does it mean to control your mind? That's also an illusion. Еще одна иллюзия. А вы так сказали. You said that. I never said control the mind. Did I? I don't speak about control. I'm not a control freak. I said be conscious of you. No. Caesar said? No. Caesar didn't say anything. I said let your mind to be to do as it pleases. I didn't say I said the opposite. Своему уму вытворять что угодно. Делать что угодно. Разреши уму делать, что он хочет. Лететь в Японию или заниматься сексом с кем-то где-то или еще что-то. Ты, главное, за ним не лети. За ним не следуй. The move, 40 months to move like this and you sit like this he gets tired and you do like this. See, you let the body to be as it move as it pleases and let the mind to do as it pleases. И при этом ты разрешаешь телу вести себя как ему удобно. То есть, если тело затекло, ты передвигаешься, ты как-то двигаешься, не нужна какая-то жесткая позиция. Точно так же ты разрешаешь уму. See what you call yourself and you realize it's not yourself. You are there just quiet seeing, conscious of all these phenomena happening. Смотри на то, что ты называешь собою. Когда ты это видишь, ты понимаешь, что это не ты, потому что ты это видишь. И ты понимаешь, что ты всего лишь осознаешь, всего лишь видишь все, что происходит, все, что думается, все, что ощущается. I am just present, conscious of what is happening. Я только присутствую, я только осознаю то, что происходит. I have nothing to do with what is happening. И я не имею никакого отношения к тому, что происходит. I am just observing. Только наблюдаю. I am just experiencing what is happening, but I am not doing anything. Я проживаю это, переживаю это происходящее, но ничего не делаю. I am not making efforts, at least. Я, как минимум, не совершаю усилий. You cannot control the mind, that is an absurd. Нельзя контролировать ум, это абсурд. When you control the mind, the mind is already there, you cannot control the mind before it comes into existence. Thoughts just happen. Whether your thoughts are practical or ideological, they just happen. Whether your thoughts are unconditional, let's call it non-egoic, and condition, egoic, they just happen. And you become conscious of the ideological, conceptual, condition thinking, then it will not become an action. All this starts getting dissolved. And your actions and reactions, conditions by that, programmed by that, also cease to exist. And your называется, without making any effort, without having any intention, without having any intention, just by being conscious of the psychological program, психологическая программа будет стираться только за счет осознавания, наличия такой программы. И из твоего сознания в итоге будет стерто все, что тебе не нужно, даже какая-то часть твоих технических знаний, если они тебе больше не нужны. И в этом что? Есть какой-то контроль? Какое-то усилие в плане напряжения вот так делать? То есть это все о том, чтобы осознавать. И за счет осознавания происходящего его сжигает. Ну не нужно рассказывать, что Цезарь кому-то говорит, что-то контролирует. Вот смотри, что получается. Я что-то говорю, а твой ум тут выпрыгивает склонность контролировать и говорит, нет, он сказал контролировать, я же хочу, чтобы все можно было контролировать. Значит, он сказал контролировать. Он это имел в виду. И это ум так говорит. Вот то, что он сказал, он имел в виду контролировать ум. Мы же хотим контролировать ум. Цезарь так и сказал. И точно то же самое происходило с тем, что было написано в Библии, в Коране, в Ведах, или то, что говорил Иисус, это говорилось и писалось истинно, а ее как бы ложно воспринимали. Ее толковали по-своему. Не толковали, ум толковал постоянно ее по-своему. I don't mind, because I know that you are distorted what I'm saying. I know that this is not the truth, but I'm just trying to help you out. Sorry, I didn't get it. You want to do something. You are looking for something. You see? Can you see these impulses happening in the body? Can you see your mind that your mind is hitting your body? That your ideological thinking is over the control of the activities of the body. and you will not be in peace unless you know something. You will not leave. Be in peace. Sorry? You will not be in peace unless you know something. You will not leave. You will not be in peace unless you know something. No, nothing. And there is peace. And there is no peace in knowledge. Because there is no peace in knowledge. There is only peace in being. Not knowing is being. Not knowing is being. That's it. That's it. Even if I rest your memory. Psychological, technological, cultural, everything is wiped out from your memory. Still you are. Still I exist. and the functioning of the body goes on happening. And the functioning of the body goes on happening. And that's the truth. And that's the truth. And that's the truth. That's the truth. I am. Когда ты обо всем забываешь, ты вспоминаешь, что «Я есть» в этом истине. Но если ты сейчас начнешь опять что-то искать, то поиск или стремление создаёт в теле такое ощущение беспокойства. И ты себя отождествуешь с этим ощущением беспокойства. «О, я стреляю, я беспокоюсь, мне тревожно». Если ум молчит, есть покой. Наверное, стоит выключить мобильное, потому что это интернет-трансмиссион. Из интернета, да? Да. Нет, это не такой. Нет месседжа или телефон-класса. Это то, что я пытаюсь сказать полтора часа. Это не я, это не я. Это дело не в телефоне Цезаря, он только одно сообщение получил. Может быть… Может быть… Может быть… Или you switch it off or put it far away, because it gets connected, somehow, with this stuff, с антенны и так далее. Понимаешь, о чем я? У тебя произошел этот момент покоя, но ты недовольна покоем. Тебе мало покоя, не хочешь покоя. Тебе хочется чего-то, но ничто тебе не даст покоя, потому что покой и так есть. Он уже есть. Ты не хочешь покоя. А это все о покое. Здесь ты больше ничего не получишь. Этот покой невозможно даже заполучить, потому что он и так есть. У тебя могут быть деньги. Но если у тебя нет покоя, ты беден. У тебя ничего нет. У тебя может быть имя и слава, но если у тебя нет покоя, у тебя ничего нет. Может быть, здоровье, знания. Но если нет покоя, у тебя ничего нет. Что ты будешь со всем этим делать, если ты сам не спокоен. Когда ты обращаешься к духовным учителям или ходишь в церковь, там часто об этом говорится. Вот в Индии, допустим, есть такое изречение «шанти, шанти, шанти». Это означает в переводе «покой, покой, покой». Там никто не повторяет чего-то, чего-то, чего-то. Опыта, опыта, опыта. Знаний, знаний, знаний. Денег, денег, денег. Пить, пить, пить. Все повторяют «покоя, покоя, покоя». Как раз в этом-то суть всех религий, которая по ходу дела была искажена. Суть о покое. У мусульман такое приествие «Ассалям Малейкум». Пусть покой Господа пребудет с тобою. Не так, что с тобою, потому что это ты сам. Даже в этом уже какое-то толкование, какое-то пожелание. «Шалом» то же самое. «Покой». «Когда ты ничего не желаешь, покой есть». «Когда есть покой, можно переживать что угодно, можно испытывать что угодно. перестань стремиться, искать, желать. Вот он, покой». «Будет мирная планета, будет спокойная планета. будет мир в мире». «Заявил бы no movement». «Неправда». «Просто все движения будут спокойными, мирными». «Не будет этих движений из конфликта, действий из конфликта, как сейчас. вы звучите, вы так говорите, как будто вас это очень заботит. Как будто вас очень заботит, что хаос остановится. «Будет все спокойно, и не будет никаких развлечений». «Зачем?» «Никаких больше трагедий, никаких фильмов ужаса, фильмов с насилием, этих боевиков». «Газеты вообще не содержат никогда хорошие новости, там одни плохие новости». «И то же самое по телевизору». «The very vibration of an announcement of news is a disturbing vibration. you jump out of your skin and you run to see what's going on». Даже когда новости, когда начинается вот эта заставка перед новостями, сама эта заставка, она с такой музыкой, с такими вибрациями, которые заставляют тебя уже дрожать, тебе уже сразу так ты, ну, приходишь в возбуждение. Эти вибрации, они тебя возбуждают, и тебе сразу же хочется посмотреть, а что же происходит? И ты так весь взбудоражен. Тебя это приводит в возбуждение. «Make some tea, let's have a cup of tea, let's have a cup of tea, let's have a cup of tea with you». «Oh, something is happening». «Да, там что-то происходит». «We are used to that, we are programmed like that». Мы очень к этому привыкли, нас запрограммировали. Нормальный звук, Володь? Нормальный звук? Нормальный звук? Мы привыкли отвлекаться, увлекаться. Отвлекаться настолько, чтобы забывать самих себя, забывать, кто, кем я являюсь. Люди мне часто спрашивают, ну что я буду делать с этим покоем? Я говорю, ну ничего. С этим покоем действительно нельзя расплачиваться, нельзя оплачивать аренду квартиры. И тогда люди говорят, ну зачем мне твой покой? Такой твой покой, он бесполезен, он мне не нужен. Ну ладно. Не страшно. «You should say that everybody will be employed, everybody will have some job. You should say then that when everybody will be in peace, then everybody will be employed, everybody will have job». Я не знаю. Не могу ничего сказать. Может быть, когда все будут в покое, не будет больше работы. Есть ли место… «Я не знаю, я не знаю, как будет, не могу рассказать». «Я не могу сказать, я не могу сказать, как будет завтра. Я не могу сказать, как будет завтра. но я не могу это никак назвать, никак ни во что воблечь, потому что я это не воспринимаю отдельно от себя. я не могу сказать, то есть не могу вдаваться в эти рассуждения, как оно будет, или умозаключение. Или гусип. «Я не могу сплетни распространять». «Я не могу сплетни распространять». Вот в этом процессе осознавания. «Она играет какую-то роль?» «Вот в этой пустоте…» «В этой пустоте…» «А soul, does it have any role?» «Ее возраст души?» «А soul?» «Нет, нет, нет.» «Мы говорим о том, что вот реинкарнация, опыт прошлых, жизни…» «We are talking about reincarnation, experience from previous leaves. Нет, 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 нет…» «Не играем». «Нет». «Абсолютно.» «Как can you redo something that you haven't done?» Как ты можешь переделать что-то, чего ты не делала? Как ты можешь перевоплотиться, если ты никогда не воплощалась? Как ты можешь проживать карму, если ты ничего не совершала? Как ты можешь отправляться в такие места, как рай или ад, если ты не существуешь? Плод моего воображения, так? It's all just the fruit of my imagination. It's just my imagination. Значит, относительно всех это нас касается. And then this relates to all of us. Мы же пишем об этом, мы думаем об этом. Because all of us is writing about it, thinking about it. We are all hallucinating. Да, и все это плод воображения, галлюцинация. Меня очень волнует мир усопших. Иногда я чувствую их присутствие. I'm very bothered about this world of dead soul. Because I can feel dead souls. And I always think if it is my imagination or if something is really there. Imagination. The плод вашего воображения. Thoughts are images. Мысли – это какие-то образы, картинки. Это образование образов. Понимаете? I am the body. Я – это тело. It's a thought. Мысль. It's an image. Образ. Image – ination. То есть происходит образование образов. I am born. Или выдумывание выдумок. Imagination. Я рожден. Это выдумка. И первая галлюцинация – это что я – это тело. А затем мы продолжаем вот что-то воображать и выдумывать, начиная с этого «я – это тело». Кто здесь? Ты начинаешь думать «я». Это мысль. Мысль здесь. Как мысль может быть здесь? Кто обретает перевоплощение? Я. Это мысль. Кто умрет? Я. Кто попадет в рай, кто попадет в ад? Я. Это тоже мысль. Isn't it? Правда? Ну, конечно, да. Это мысль. Чья это жизнь? Моя. Это мысль. Какая у тебя была жизнь? И ты мне рассказываешь историю, а история – это всего лишь клубок мыслей, совпокупность мыслей. Получается, герой этой истории – мысль. История этой мысли – другие мысли. И все вот это – иллюзия. Когда я говорю «я», я делаю, или я не делаю, это происходит со мной. Такие мысли, они отталкиваются от отождествления с телом, потому что во всех этих случаях, я думаю, я не думаю, со мной происходит, мы имеем в виду тело. Индивидуальная душа, т.е. это же я, тоже только мысль. То ее нет. It is not there, it doesn't exist. It doesn't exist. Ее нет. So how – this is what is born. Именно это обретает рождение. I think I said yesterday, or the after yesterday, that birth, from this point of view, from the, let's call it the spiritual point of view, if you like, birth, it doesn't mean the birth of the body. И с этой точки зрения, давайте сейчас называть это духовная точка зрения, когда говорится о рождении, не имеется в виду рождение тела. It is the birth of an idea. So what is born, born, born is an idea, it's a thought. Эта идея рождается, мысль рождается. What reincarnates is that idea, ideas reincarnate. The end of reincarnation is the end of the idea. И конец перевоплощения – это конец идеи. Конец идеи. Ох, I am the body. Идея, что я – это тело. Да, 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 да. Exactly, so all these are your thoughts. Но все это только мысли. Based upon identity with the body. Которые отталкиваются, происходят за счет отождествления себя с телом. This is called mind as ego, because when you identify yourself with the body, then the idea of being a separate entity comes into existence. Вот это и есть ум, как эго. Вот такой ум имеется в виду, потому что когда ты отождествляешь себя с телом, тебе начинает казаться, что ты существуешь как некто отдельный, как некое отдельное существо. И получается, я здесь, а ты там. И я отделен от тебя. И я отличаюсь от тебя. Все это только мысли. Только идеи. А если я тебе скажу, передай мне, пожалуйста, микрофон. Ты скажешь, да, пожалуйста. Вот это практические мысли. И теперь в таком случае мой ум – это мой инструмент, мой инструмент для общения, для выражения. Вот такой ум – это ум, как мой ум. А вот тот другой ум, он выступает, как я. Я – это мысли. Но и ум, и тело являются инструментами. Твоими инструментами. Они твои. Но это не ты. Они не находятся отдельно от тебя. Потому что рука, она не отделена от инструмента. Но вот это мое тело, и это мой ум. Они не отдельные от руки. Или ты можешь сказать, вот это мои пальцы. Это моя рука. Но ни рука, ни пальцы не отделены от тела. То есть конец эго – это и есть конец идеи, что есть некое отдельное существо. Но, когда говорят, что мудрец уже мертв, в то время, как он остается живым, означает, что умерла идея, что он – это некто. Смерть, она даже не происходит с телом, потому что на самом деле происходит просто преобразование материи в что-то еще. Это просто абсолют, он как-то там все это преобразовывает, играется с изменением формы. И проявленность, она тоже никогда не рождалась, она всегда существовала. Единственное, что с ней происходило, она постоянно видоизменялась, она постоянно преобразовывалась. Но когда ты увидишь, что это за «я», то есть или же ты видишь, что оно из себя представляет, если ты посмотришь на это «я», на этого себя, ты больше уже не «оно», и оно исчезает. На секунду или две. И тогда ты понимаешь, что это только мысли, только идеи. Или же другое, ты можешь смотреть, а откуда эти мысли приходят. Они приходят из меня. Из меня кого? И внимание как бы оборачивается вовнутрь. И есть тишина. Тишина и есть ответ на твой вопрос. И ничего больше. Ничего больше. И ничего больше. Мистический опыт, один за другим. Что? Это все. Мистический опыт, один, другой, третий, растождествление с телом, выход из тела и так далее. И что касается этого мистического сознания, когда ты идешь вовнутрь, когда ты идешь вовнутрь, когда ты можешь летать вокруг или что-то. Что это все? Не нужно покидать тело, лучше на метро поехать. Не стоит летать вокруг до окон. Бывает, такое происходит. Бывают такие опыты. Но они могут, они могут не происходить. Бывает, происходят. Бывает, не происходят. Но они бывают, происходят не потому, что ты хочешь. Они точно так же, как все остальное, раз и произошло. Нет, допустим, желания путешествовать. У меня нет никакого желания появляться в чьих-то снах, и там что-то говорить, давать какие-то наставления. Ну, так происходит. Однажды с Романом Махарши была такая история. Он где-то сидел, и вдруг он обнаружил, что он как бы вышел из тела, путешествует куда-то, там с кем-то беседует, потом возвращается в тело. И он обнаружил, что он осознает себя путешествующим куда-то, делающим что-то, совершенно без намерения и желания. Он просто все осознал, когда оно уже происходило само по себе. И красота в этом, что такое происходит не ради мудреца, а не ради святого. Это происходит ради других. Потому что мудрецу ничего не нужно, он ничего не хочет. Вообще, а что ему нужно? Могут ли у него быть какие-то желания? Он живет для других, потому что он знает, что он — это все. Я вот здесь не тебе помогаю. Я здесь помогаю никому иному, как самому себе. Все эти йоги, которые прилагают столько усилий, чтобы достичь каких-то способностей, каких-то сверхсил, это все время, когда они напрягаются, пытаясь достичь просветления, это все время они тратят понапрасну. Все это время они бы лучше сидели спокойно. Потому что то, чего они стараются достичь, то, чего они пытаются достичь, оно достигается само по себе, тогда, когда ты прекращаешь стараться, пытаться. Но когда они этого достигают, ну, я имею в виду, какие-то там сверхъестественные способности, начинается какое-то шоу, представление, потому что им нужно кому-то показать. Чего они достигли? И начинается такой духовный цирк вокруг. Допустим, этот йог проведет три дня под водой. Ну и что из этого? А киты по восемь лет под водой проводит. Ну что в этом такого необычного? Получается, есть некий Я, который хочет это кому-то показать. Это просто духовная форма эго. Там ловушка. Потому что тебе нужен еще кто-то, еще некто, кому ты можешь что-то показать. Получается, в таком йоге все еще есть идея, понятие есть Я и есть Ты. Поэтому я никому не даю ни практиков, ни методов. В этом то, что я говорю, даже нет никакого послания. И за счет этого цирка они получают деньги. И удовольствие своей собственной, наверное. И они получают удовольствие для себя. Да, возрастает эго. Спасибо. Спасибо. И действительно такие вещи происходят. Я вокруг себя тоже замечаю очень много всего странного. Но если оно происходит, то чаще всего я даже не знаю, что так происходит. То есть, если кто-то должен стать твоим учителем, то да, он возникнет в твоей жизни или в твоих сновидениях, или он явится тебе. Но этот тон у него не будет никакого желания быть учителем. Тот, кто пробужден, у него нет никакого желания еще кого-то пробудить. Что происходит, он просто обнаруживает себя, что он этим занимается. У него нет желания учить, у него нет желания чем-то заниматься. Он вообще ничего ни от кого не хочет. Ему на самом деле даже все, по большому счету, все равно. Этот весь мир может взорваться, исчезнуть прямо сейчас. Ему неважно. There are many people who consider themselves to be messiahs. Messiahs. Oh my God. Да, да, да. I'm not a messiah, I'm not a guru, I'm not a guru, I'm not a teacher, I'm not a teacher. This is why I don't like all these things towards me, and all these hugs, and all these hugs. Finish, we talk, and we explain this, you understand, it's okay, if it's not okay, then off I go, you are free, and I'm free. Мне поэтому не нравятся все эти штуки, уважительные поклоны, все эти объятия. Мы с тобой беседуем, разговариваем. Понятно хорошо, непонятно хорошо, пока я пошел. I don't promote, I don't promote, or reinforce the paraphernalia, and the illusion that creates the paraphernalia, the idea that I am something that you are not. То есть, я не хочу просто рекламировать и поддерживать вот эту идею, иллюзию, что у меня есть что-то особенное, чего у тебя нет, что я что-то такое, кем ты еще не являешься. Я не могу поддерживать и усиливать эту иллюзию, что я выше, чем ты, а ты ниже, что я просветленный, а ты нет. Если я буду позволять вешать гирлянду из цветов себе на шее, касаться своих стоп, и делать все эти обнимания после бесед с целыми очередями, это все будет противоречить тому, о чем я говорю в течение всей встречи. I didn't even wanted to get money from what I do, but my friends have to convince me, that if you're going to do this every day, and you're going to do all this all the time, so you need to get an income, so you will have to accept donation, and I say, ok, it makes sense to me, then I put a little box, and you put whatever you want there, and that's it. Я даже не хотел, ну, как бы, даже эту коробочку на входе, я никогда не хотел ее ставить. Я не хотел за это брать деньги, но мои друзья, они через какое-то время, они меня все-таки убедили, Цезарь, ты этим занимаешься каждый день, у тебя нет другого никакого дохода. Если ты занимаешься этим каждый день, на что ты был жить? Тогда я согласился, ну, поставьте что-то там, где-то там, или корзиночку, или коробочку, где-то на входе. Но я все равно не могу это оценить, я не могу назначить цену этим встречам. Я не могу даже сделать такое, как рекомендованная цена, или рекомендованный взнос, рекомендованное пожертвование. Потому что как я могу брать деньги за то, чтобы сказать тебе, что ты — это ты? Что ты уже есть. Давай пятьсот долларов. Нет, давай ты мне сначала их дашь. Потому что вдруг тебе не понравится то, что я тебе скажу. И ты мне уже их не дашь. И здесь вы не платите за то, что я говорю. Эти деньги, которые собираются в ту коробочку, они только для того, чтобы поддерживать инфраструктуру, чтобы поддерживать вообще проведение этого мероприятия, вот в таком вот масштабе большом. То есть деньги — это средство обмена. Этим невозможно заниматься без финансовой поддержки. Но я буду с вами общаться и разговаривать, независимо от того, вы можете что-то положить в коробочку или нет. Я могу об этом поговорить с вами, или здесь, на таком официальном собрании, или где угодно, может быть, в кафе, может быть, по скайпу. Я просто устранил себя от всего этого цирка духовного, от всех этих прибамбасов, мишуры вокруг, духовности. Потому что это очень милая, очень сладкая ловушка. Вот эта вот духовность, это такая очень действительно сладкая ловушка, и я сам в ней какое-то время находился. Потому что тебе все дается, все приходит, еда бесплатна, цветы приносят, все так хорошо. Появляется, закрадывается какая-то форма эго, на самом деле очень безобразная. Ну, я честно говорю, это так красиво, и все эти девушки вокруг, красивые девушки, действительно. И на самом деле они, одна из причин, почему я перестал обниматься, потому что бывает такое, что ты обнимаешься, ты на них смотришь, искренне улыбаешься, и кто-то начинает что-то о себе думать, он меня влюбился, он что-то от меня хочет, он на меня так посмотрел. Некоторые мне говорили, как только я тебя увидела. У меня такое было ощущение, что мы знаем друг друга тысячи лет. Это правда, ты знаешь меня, потому что я это ты. И все время знала. Ты это узнаешь. Вот, допустим, я там что-то узнаю. То есть я узнал тебя. Прошлой жизни. Но в таком узнавании ты не узнаешь кого-то, кого ты там давно не видел кучу жизней. Ты узнаешь самого себя. И вот эта хорошая сприятность, которая происходит в этот момент, не потому что ты узнал себя в ком-то, ты себя самого узнал. Но ум там появляется и как-то все это переворачивает. Ты ему нравишься. Он на тебя смотрит. Он любит тебя. Или это ты его любишь. Ты на самом деле любишь саму себя, то, как ты себя чувствуешь в такой момент. Это любовь об этом. То есть, если честно, мне это доставило некоторой неприятности, такие случаи. Поэтому я все это прекратила. Ничего, ничего. Никаких обниманий. Ничего. Ничего, кроме привет. Рад вас видеть. Приятно было пообщаться. Пока. В этих встречах ничего духовного. Расскажите мне то, о чем мы сейчас говорим. Есть ли в этом что-то духовное? Что-то религиозное? Нет. Нет, это common sense. Только здравый смысл. Только здравый смысл. Только common sense. Только здравый смысл. Пуснилость Божья вас хранит и дает возможность остаться в России. Let God's grace to take care of you and to allow you to live in Russia, to stay in Russia. You are grace. Grace comes from you, you are grace. Grace doesn't come from anywhere else from yourself. God is grace, you are God, you are grace. 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 Oh, thank you. So beautiful anyway. Thank you. And this is a recognition of oneself in each other. So the world in peace is going to be something like this. This is a recognition of oneself in each other. The world in peace in the world. Amen. 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 If I know that I am you, see, how can I, I mean, whatever I do, I do it to you, whatever I don't, to you, myself. That's the end of the conflict. That's the end of the sense of separation. That's the end of the sense of separation. Yes. Yes. This is not a spiritual, this is funny. This is not a spiritual, this is funny. See, the truth doesn't take you to heaven, it just makes you laugh. And this is heaven. Peace is heaven. Peace is heaven. See, with peace comes joy and love and the rest. So you are heaven. You are heaven. On earth. So heaven and earth. They are not separate. Heaven and earth. It's not, see. One and the same. One and the same. Yeah. Okay. That's right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Good health. Oh my god, do we have time? I don't know. Are you tired of me today? Are you tired of me? У меня есть пара вопросов всего лишь. Я тоже в туалет хочу. I want to pee as well. I want to pee as well. You want to pee as well? Я очень рад вас видеть в Самаре. Я очень рад вас видеть в Самаре. Я очень рад вас видеть в Самаре. Я рад вас видеть, слышать, чувствовать. И все такое. Я рад вас видеть. Маша, Маша. Маша, where is Маша? She's too far. He said, I'm very glad to see you. I'm very glad to listen to you. I'm very glad to feel you. To sense you. So, you're very happy with yourself. То есть, вы были очень рады сами себе. That means, I'm very happy to see myself, to know myself is here, and to experience myself. Это означает, что я очень рад слышать себя, видеть себя, ощущать себя. Это тоже это означает. Yeah, it means all as well this. Но вы же меня узнаете. But you are recognizing me. А? Вы же меня узнаете? Do you recognize me? Do you mean the body? Ты, как... Я как человек, конечно, да? I don't know. Не знаю. I don't know. I may remember, I don't remember. Maybe it doesn't make... Но я мог забыть, могу не вспомнить. It doesn't make too much of a reason. Но если я это вы, вы это я, то вы меня узнаете. If I am you and you are me, then you recognize me. Yes, of course. Да, конечно. Меня интересует вопросик. То есть вы все-таки говорили, что практиковать не очень, не особо нужно, но так или иначе путь к просветлению идет через какие-либо практики. Вы не нальете мне водички по письму? У меня носочки на высоком каблуке. В этих носочках я буду выглядеть очень сексуально. Выше. На таких каблучках буду выглядеть повыше. Помните? Вы сказали, что нет нужды практики, нет нужды делать никакого эффекта. Но, в основном, чтобы получить освобождение, некоторые практики должны быть выполнены. Я хотел бы узнать, какие практики вас привели к этой точке просветления. Я хотел бы узнать, какие практики вас привели к этой точке. Никакие практики. Нет. Все равно ищущие он ищет, вы какие-то религии изучали. Извините. Ищущие он ищет, религии какие-то изучали. Или же вы родились и сразу все. Ты знаешь, мне однажды предложили, посмотри на того, кто смотрит. Мне предложили перевести внимание с видимого на того, кто видит. А затем мне предложили оставаться, быть видящим. Мне сказали, посмотри, кто смотрит. Я смотрю. Тогда оставайся смотрящим. И мне сказали, что оставаясь видящим, и видящим, который через процесс видения воспринимает видимое, превратится в процесс видения. И этот процесс видения, он станет пребыванием, бытием. Но это не практика. Потому что в этом нет усилия. Это просто наблюдение. Некое наблюдение за тем, что ты называешь собою. И наблюдение, при котором ты разрешаешь тому, что происходит снаружи, происходить как оно происходит. Тому, что ощущается в теле, ощущаться как оно ощущается. И тому, что происходит в уме, в голове, тоже происходить как оно происходит. И тогда ты узнаешь самого себя, осознаешь самого себя, как существование, без формы, без имени. Любые практики, они делаются умом. Это ум практикует, чтобы что-то получить. Ум хочет что-то получить, и ум же хочет получить, достичь просветления, но это невозможно. Ум не может просветлеть. Просветление точно так же означает освобождение. А освобождение, оно не для ума. Ум хочет быть свободным. И он делает что-то, чтобы стать свободным. А свобода как раз в том, чтобы освободиться от этого делания, от этих попыток. Поэтому освобождение не для ума происходит, оно происходит от ума. А это означает освобождение от отождествления с умом и телом. Это не значит, что ум прекратится и тело исчезнет. И тело и ум, они продолжат существовать и функционировать. Это разрушается, уничтожается идея, что ум и тело – это нечто отдельное, независимое. Что есть какое-то отдельное существо. И вместе с тем вообще уходят идеи, понятия, что что-то есть отдельно. Мир, ум, Бог и так далее. Все едино. Все едино. Это звучит очень поэтично и романтично, но нету такого ощущения, что это ваше действительное переживание. Потому что если бы вы знали, что все едино, то такая бы беседа не состоялась. И никогда бы не появился этот вопрос о практиках. Да, да, да. И еще вопросик. В моем уме. Это касается души, тела, сознания. То есть человек рождается, в него входит душа, со временем эта пара осознает, появляется сознание со временем. Дух. Душа осознает тело. То есть, извиняюсь. Душа есть, но есть возможность только произойти сознание, Духу. И вот в этом такая надменность эго, в этом его высокомерие. Сознание просто необходимо я, иначе без меня оно не будет знать, что оно есть. Это очень хорошо демонстрирует эго. Это как будто бы океану необходима волна, чтобы знать, что оно действительно есть. Разве осознание не может быть здесь я? Вы правы, это все в вашем уме. Для вашего просветления на самом деле первое, что появляется, это сознание. Первое, что появляется из существования, которым ты являешься, это как раз сознание или сознание. И то есть сознание — это первичное выражение. Когда сознание появляется, первое, о чем ты знаешь, что ты есть, что ты существуешь. И возникает ощущение пребывания. То есть первое, о чем ты знаешь, что ты есть, что ты существуешь. Это точно так же, как включается свет. И первое, о чем ты знаешь, это ты сам. А тогда, после этого, ты осознаешь органы восприятия. И через эти пять органов восприятия ты можешь воспринимать, осознавать тело. То есть сознание, оно предшествует появлению тела. А ты сам то, что осознает, ты предшествуешь появлению сознания. И в конце концов, совершенно не важно, вот то самое, то что существует, осознает оно себя или не осознает. Оно все равно существует, несмотря ни на что. То есть первое, что происходит, то, что существует, начинает осознавать само себя. Затем оно осознает тело. А после этого отождествляет себя с телом. И начинает думать, оно это тело. И вот эта вот мысль, я это тело, есть ум и есть душа. Но при этом все так же есть осознавание этой идеи. Сознание этой идеи. Но сознание, оно все равно есть, оно никак не зависит от этой идеи. То есть истина как раз таки прямо противоположна тому, как вы это сказали. Все таки душа есть. Это так же иллюзия, как иллюзия. Душа – это только идея. Так же, как ум – это идея. Но она все таки есть. Душа, ум, личность – это одно и то же. Эго, индивидуум, отдельность, обособленность. Называй это как хочешь, это все будет оставаться только мыслью. То есть осознание, на ваш взгляд, есть абсолютная свобода. Полное осознание, есть абсолютная свобода. Да. Да. Осознавать означает быть свободным. Быть, являться свободой, которой ты и так являешься. Осознавать, быть осознанным, значит быть свободным. Это означает быть пробужденным. Ты включаешь свет. В этом значении это слово «просветление», потому что включается свет, исчезает темнота. Включить свет, посмотри, что же происходит, тогда ум исчезает. Это светосознавание все освещает, но из вот такого объяснения оно стало восприниматься, что вот это включение света – это будет некое событие, некое мероприятие. раз, что-то включится, что-то произойдет. Это не так. Там не будет вот такого «ба-бах». Какое-то переживание, какой-то опыт, и вот оно, это просветление. Ничего не произойдет. То есть, вы… Просто будет очень тихо. Даже если ум будет продолжать говорить, ты тих. Ты сама тишь. Это тишина, осознающая, как ум разговаривает. Ты и есть то. Мы осознаем свой ум, выходим за его пределы. То есть, вы осознали свой ум, вы вышли за его пределы. Being aware of our mind, we go beyond the mind. Exactly. You don't go beyond the mind. That's also an idea. You are already beyond the mind. You cannot go beyond the mind. There's no you going there. Там нету никакого тебя, который выходит за ум. You are there as that. Ты и есть то. Там. Являешься этим. То есть, тут, получается, нужна некая сила, чтобы вспомнить себя. So then, some power is needed to remember. Да? Нет. Осознавай то, кем ты являешься. Осознавай то, кем ты являешься. Осознавай того, кто осознает все, что происходит. Спасибо. Нам нужно уже идти. Мы можем поговорить завтра. Ты хочешь поговорить? М? 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 Завтра сможете прийти? Да? Нет? Нет? Я думал, что вы хотите задать вопрос. Нет. У меня нет вопросов. Хорошо. Вы можете приобрести диски с очень хорошими и качественными записями сатсангов встреч с Цезарем на выходе. И также, если вы желаете, вы можете финансово поддержать это мероприятие, это событие, как Цезарь уже рассказывал сегодня. Это добровольно. Если вы хотите, вы можете оставить любую сумму на выходе в коробочке. Спасибо. Спасибо.